уважаемые господа я начинаю второй фильм про замечательную камеру хасиблат x1 d2 в предыдущей серии мы рассматривали объектив практически штатный для этой камеры 65 миллиметров с начальной фокусом 2 и 8 но не все его возможности были раскрыты в тех сериях дело в том что он очень интересно и хорошо работает с хорошим разрешением в малопригодных условиях для съемки а именно в сумерках или при искусственном свете отчасти это было проиллюстрировано в первом фильме однако мне повезло и я незадолго перед новым годом оказался на открытии в выставке ледяной скульптуры в сокольник это прекрасное мероприятие было организовано так сказать устроителем музея каллиграфии шабуру то есть он известный скажем так специалист в области организации различных выставок и мероприятий который меня пригласил на открытие и благодаря его заботе я попал смог посмотреть как различные произведения ледяной скульптуры так и самих китайских мастеров собственно говоря это отражено в несколько в некоторой серии кадров на которую вы можете сейчас посмотреть но начинается все естественно со входа в сокольники но интересно для камеры особенно такой форматной самосветящиеся объекты лампочки которые используются в гирляндах вот посмотрите как этот проход хорошо эта камера передала действительно здорово были уже почти сумерки ну и потом всякие китайские украшения которые там были включая фонарики но меня привлек вот такой разноцветный дракон который вы сейчас видите на экране который был передан практически на открытой диафрагме очень хорошо есть еще некоторые изображения которые вам понравится ну с одной стороны сами ледяные скульптуры сами ледяные скульптуры конечно подсвечены это выигрыш на их выделяет на фоне значит темного темных деревьев и там не освещенных участков парка а с другой стороны у меня была возможность отснять и более интересные кадры а именно несколько кадров сделать в музее каллиграфии понятно что снимая с рук такой камерой при очень плохом освещении такие мелкие списанные аккуратными каллиграфе каллиграфистами разные тексты передать это довольно сложно во всех отношениях ну вот для этого существуют специальные условия надо ставить на штатив выставлять цвет и прочее прочее но тем интереснее как это что называется кондачка с рук это удалось получить но посмотрите несколько изображений интересных с моей точки зрения каллиграфических работ которые дают представление о том как эта камера работают в таких скажем экстремальных условиях без доп освещения ну завершается конечно эта картина этот музей каллиграфии собственно портретами два портрета один портрет это китайского певца который приехал из китая исполнял русские песни в нашей так сказать форме военной времен там второй мировой войны и собственно говоря организатор портретом организатора этого всего мероприятия который является не только добрым человеком который тратит огромные собственные деньги на устройство таких чудесных выставок и самых разнообразных выставочных демонстраций в сокольниках но и обладает огромным талантом организатор я надеюсь что он еще нас порадует многими интересными выставками но вот на этом собственно говоря мы прощаемся с объективом 65 миллиметров 2 и 8 и переходим к другой модели которая снабжает фирма хасильблат свои замечательные камеры а именно к объективу 120 миллиметров с макро функциями это очень интересный объектив поскольку точно такой же объектив был свое время сделан выпускался фирмы хасильблат для пленочных камер вот но на вскидку что называется на мой глазок если ему можно еще доверять ну хотя бы отчасти значит это объектив на самом деле конечно не 120 миллиметров как обозначено на оправе с начальной светосилой 35 я думаю что где-то миллиметров 140 150 но это связано с тем что довольно трудно такие объективы сделать так чтобы с хорошим разрешением они выводили картинку уменьшали ее в плоскость с нулевой глубиной то есть ну как матрица поэтому я думаю здесь немножко схитрили производители но тем не менее 120 миллиметров с макро функциями ну и как обычно я начинаю все с того что снимаю мир и уважаемые господа я начинаю тестировать на мире новый объектив хасильблат 120 миллиметров макро с начальной светосилой три с половиной сейчас я его поставлю на тяжелый штатив манфрот 117 и от сниму на всех значениях диафрагмы ну а потом мы посмотрим что получилось в результате этой съемки мира снимать всегда интересно потому что они раскрывают собственно говоря сущность этого объектива как по цветопередаче так и по разрешению но мира снимал с особым удовольствием потому что у меня есть такая штучка выпускаемая фирмой хасильблат в прекрасном кожаном футлярчики который один вызывает эстетические удовольствие и вот с такими с такой замечательной контактной группой с кожаным ремешочком и с кнопочкой такая кнопочка настоящая хасильблатовская на нее может нажать даже небольшая лошадь то есть здесь большая кнопка перепутать ничего нельзя но подключая такой аксессуар конечно вы чувствуете себя но гулливером начиная случая это ощущение испытал на самом деле удобно не нажимать не на кнопки том замедлением там 2 10 секунд а вот с помощью такого дистанционного управления так что всячески советую вам приобретая этот хасильблат обзавестись и таким чудесным тросиком он спасет вас и как при макросъемке которые как раз делает с этим объективом так и при съемке со штатива сильно упрощает ну посмотрим на мир и что же у нас получилось вот вы видите перед собой миру и видите соответственно что конечно этого объектива 120 миллиметров разрешение пониже будет чем у объектива которого мы из которой мы используем использовали ранее то есть объектив 65 миллиметров чуть чуть ниже разрешения у насколько ниже примерно 70 65 но в самом худшем случае 60 пар линий на миллиметр передает этот объектив но немножко действительно у него побольше падает разрешение к краю кадра тут уж ничего не сделает вот обратите внимание на миру сделанную из края кадров тут к сожалению придется потерпеть то есть известная проблема то что длиннофокусные объективы как правило имеют несколько не более низкое разрешение чем штатные с этим придется смириться ну а так я могу сказать что объектив более чем достоин то есть он меня приятно порадовал потому что он в крайнем случае не хуже старых оптических для пленки изделий ну и даже можно сказать что немножко получше потому что задача которая решалась этим объективом выравнивание в плоскость матрицы изображения она в общем то решена вот с этим объективом давайте попробуем отправиться на пленэр но пленэров будет как бы здесь несколько которые позволят нам оценить его работу довольно разных и сложных условиях но посмотрите на серию картинок которые в общем то дают некое представление о этом объекте а и КОНЕЦ Вполне естественно, что интересно посмотреть, как этот объектив работает на пленэре в идеальных условиях. Ну вот кадр, пожалуйста, замерзший пруд достаточно большой, в такой деревне Гребнево. Солнце выглянуло из-за тучи, я поймал этот момент. Это дает общее представление, то есть кадр самый тривиальный. Но при этом увеличенный его участок, который вы сейчас видите на экране, он дает представление о том, как работает и объектив, и матрица в паре. То есть, конечно, картинка более чем привлекательная. Посмотрим еще на один кадр, он тоже, мне кажется, для вас будет интересным. Это крупный план, снятый плодов калины, которые уже подмерзли. Это чисто макросъемка, без дополнительных всяких ущерений, просто за счет возможности объектива. Вот посмотрите, что из этого получается. И цвет, и форма, и блики передаются очень хорошо. Продолжаем наше испытание. Интереснейшим кадром является небольшой изгиб речки Любосеевка, в котором отразилось голубое небо, есть белый снег, достаточно темные фрагменты, связанные с тенями и деревьями, и с желтой травой. Вот этот кадр очень характерен. Достаточно точно переданы все детали изображения, и несмотря на высокий контраст, снимок смотрится достаточно органично. То есть, и матрица, и объектив с этим снимком справились. Посмотрите на него повнимательнее. В этой же речке Любосеевке был сделан еще один кадр, где засохшая водяная трава лежала практически на листьях, которые мывают с текущей водой. Вот снимок обзорный, а вот укрупненный вариант. Посмотрите, действительно, макрофункции объектива вполне оправданы. Он действительно работает и позволяет увеличить новые детали, при увеличении снимка. Оправдывает свое название, вполне приличный макрообъектив. Кроме этого, еще есть один кадр, достаточно занимательный, связанный с работой против света. К сожалению, не все объективы, этот не исключение, идеально работают, когда солнце светит практически во фронтальную линзу. Оно входит под небольшим углом, и вы видите на ветках деревьев, в том числе на увеличенном кадре, конечно, хроматические аберрации, и ничего с этим не сделаешь. Но здесь еще играет роль большую то, что эти ветки были покрыты льдом, и хроматят не только от того, что это дефект объектива, сколько из-за преломления льда на кругленьких веточках. Тем не менее, объектив с трудом справляется с такой ситуацией. Правда, не могу сказать, что другие объективы вообще почти не справляются с такой сложной задачей. Посмотрим еще на один снимок. В данном случае, на этом снимке, мы видим с вами очень контрастный сюжет. Слева снег, замерзающий лед, открытая вода и практически черные тени. Ну вот, представьте себе, как идет тонна передач. То есть, широта матрицы, благодаря стараниям инженеров Хасельблада, конечно, существенно расширена. Вот такие картинки непросто получить даже на пленку. Здесь это получается. Так что достойная работа и объектива, и матрицы. Кроме этого, я еще сделал пару кадров, но чисто ландшафтах, как обычно для памяти снимают любители. То есть, снял хорошо освещенный лесочек, деревья, которые растут вдоль этой речки Любосеевки, и сделал увеличенный участок. Посмотрите, как хорошо просматриваются детали при значительном увеличении этого кадра. То есть, таким образом, в общем-то, незатейливая съемка, простая, чисто техническая, для того, чтобы раскрыть качество объектива, она дает представление, как он работает и против света, и от света, и с высоким контрастом, и с низким. Поэтому вы можете получить представление из этих картинок достаточно полное. Перейдем к следующему петапу съемки, которая, как мне кажется, тоже может быть для вас интересна. Эта съемка была сделана в нескольких местах. Там, деревня Каблуково или Фрянова, это по Фряновскому шоссе. Вышло неожиданно солнце, и удалось немножко побаловаться с этим объективом в 120 миллиметров. Действительно, картинки интересные. Ну вот, посмотрите на Каблуковскую церковь, снятую достаточно косом свете. Это интересный снимок. Понятно, что переплетенные ветви деревьев и вдалеке стоящая церковь дают представление о том, как передается пространство этим объективом. Оно, конечно, как всеми телевиками, чуть-чуть сжимается, но картинка достаточно насыщенная и хорошо заполненная. Но посмотрите на контрасты. То есть абсолютно белая освященная церковь, абсолютно черные, в тени находящиеся ветви деревьев. Это любопытное сочетание. Мне кажется, достойное внимания. Кроме этого, рядом, вдоль этой речки, которая протекает через деревню Каблуково, еще сделана пара кадров с деревьями и с засохшей травой и со снегом. Общее представление есть. Да, объектив работает в приличных условиях намного лучше, чем в неприличных. Это понятно. Хотя обычно мы сталкиваемся с разными задачами. Посмотрите на них повнимательнее. Может быть, вам что-то понравится или заинтересует. Кроме съемки ландшафтов, интересно им снимать и воду. Особенно, опять-таки, работая этим объективом против света. Посмотрите на текущую воду, снятую в зоне, где стоял старый деревянный мост. Здесь хорошо видно, как камера справляется с очень высокими контрастами. А на увеличенном фрагменте этого же снимка вы видите и травку. Так она передается и в лучах проходящего солнца, на темном и на светлом фоне. Это хорошо характеризует и камеру, и матрицу. То есть, такие снимки делать можно. И даже без специальной обработки они, собственно говоря, смотрятся очень прилично. Особый интерес съемка Хасельблада представляет в лесу. Особенно в зимнем. Тем более, снега сейчас немного. Можно пройти во вглубь леса и насладиться разными мелкими деталями. Это тем более интересно, поскольку объектив, который стоит на этой камере, 120 миллиметров. Макро. То есть, позволяет снимать те самые пикантные детали, которые мы так любим в макросъемке. Попробуем его использовать и посмотреть, что получится. Здесь полным-полно замечательных деревьев, покрытых лишайниками самых разного вида и цвета. Это прекрасный повод испытать 127-миллиметровый объектив. КОНЕЦ Как вы понимаете, макросюжетов было сделано очень много. Почему? Потому что специализированный объектив обязывает. Здесь я специально подбирал и очень яркий фон, и темный фон, и светлые объекты, и темные объекты, чтобы вы могли оценить работу матрицы объектива. Вот посмотрите на разные варианты макросъемки, причем некоторые из них будут сильно увеличены для того, чтобы посмотреть передачу деталей. Не могу сказать, что все идеально, но это практически один из лучших макрообъективов, который позволяет снимать, не приближаясь к объекту съемки слишком близко. То есть удобная вещь, особенно для тех, кто любит снимать насекомых, каких-нибудь мелких зверьков, и еще что-то. Те, которые очень пугаются, виды приближающейся камеры. Так что, мне кажется, это достойный результат, который может только порадоваться за производителей, которые создали такой приличный, удобный, крайне удобный макрообъектив. Конечно, фокусировка не фазовая, объектив долго ездит, но это камера не для репортеров, это камера все-таки для фотохудожников, которые пытаются создавать некие нетленные образы. Кстати говоря, на предыдущий фильм там много было всяких комментариев и замечаний. Могу сказать, что качество фотографии, оно определяется неубежденностью автора в своем величии. Это называется культ личности. А определиться очень просто. Тем, покупают ваши фотографии или не покупают. То есть, речь идет не о том, что вы продаете через интернет там по полтора рубля свои бесценные шедевры. Нет, речь идет о выставочных событиях, когда вы выставляете свои фотографии на выставке и там их или покупают или не покупают. Ваши фотографические способности оцениваются кошельками покупателей. Речь не идет о том, что вы снимаете на заказ свадьбу, детей, там еще что-то. Нет. Речь идет о том, что вы продаете реальные произведения искусства. А вот с этим очень большие проблемы. И те, кто приходит к нам в союз художников и приносит свои фотографии, чаще всего уходят несолонно хлебавши. Потому что такой дилетантизм, замешанный на крайнем самомнении, ни о чем не основанном, он, к сожалению, губит даже способных мальчиков и девочек, которые могли бы превратиться в серьезных фотохудожников. Поэтому относитесь к себе покритичней, а к тем, кто умеет снимать повнимательней. И мне кажется, это откроет вам путь к настоящим эстетическим финалам в ваших личных фотографиях. А так я с вами прощаюсь. И в следующий раз мы встретимся с этой камерой уже в другом варианте и для других целей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok